Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы вместе с вами продолжаем рассматривать Евангелие от Марка. Сегодня будем читать 12 главу и вспомним, что это уже событие после входа Господня в Иерусалим. И вот наш Спаситель, он посещает, причем несколько раз, он заходит в храм, и там у него происходят такие вот встречи с его недоброжелателями, первосвященниками, книжниками, фарисеями. Это были разные партии, но они недолюбливали Господа, в отличие от простого народа. И вот на пике такого столкновения Спаситель решает не напрямую обличать их, а предлагает им некоторые притчи. Потому что притчи, как образное повествование, подчас действуют лучше, нежели прямое обличение. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Мы сразу начнем объяснение. Вот виноградник — это образ богоизбранного народа, потому что сам Господь называл свой народ виноградником, насажденным для того, чтобы приносить прекрасные плоды. Это вот Ветхозаветная Церковь, она виноградник, а теперь, конечно же, Новозаветная Церковь. И вспоминается из архиерейского богослужения, когда епископ, как предстоятель церкви во время службы, произносит такие слова. «Господи Боже, посети виноград сей и утверди его, его же насади десницы твоя». То есть виноградник, как вот особое такое благородное насаждение, это образ богоизбранного в начале Ветхом Завете израильского общества, ну а в Новом Завете уже христианского общества. И вот этот виноградник, он был обнесен оградою. Ограда — это закон Божий. Почему так? Потому что вот закон Божий, он четко определяет, что добро, а что зло, да, отделяет некую вот ограду между добром и злом. Не убивай, не прелюбодействуй, не пожелай чужого, да, то есть на уровне вот мысли. Зависть — это злое чувство, и надо отсекать, не пожелай. Не жены ближнего твоего, не какого-либо имущества, которое принадлежит твоему ближнему. Вот закон Божий — это ограда. Которая защищала Божий народ от языческого греховного безрассудства. И выкопал, точила и построил башню. Башня подразумевается сторожевая башня. В народах, во всех городах обязательно была сторожевая башня, которая возвышается над стеною, и оттуда стражники наблюдают по всей округе, чтобы заранее увидеть неприятеля. Но вот в израильском народе в образном, таком приточном смысле, под башней подразумевается храм как главная защита народа. Как то, что возвышалось над израильтянами, и покуда был храм, люди тоже шли ко спасению. А точила, в буквальном смысле, что такое точила? У израильтян это такой резервуар. Как правило, он высекался в скале. То есть каменный резервуар, но у них горы, они мягкой породы, и там легко было высекать. И вот в этом резервуаре выдавливали сок из ягод винограда, то есть изготавливали вино. И вот уже в образном смысле под точилом подразумевался жертвенник, на котором приносили животных во искупление грехов людей. И кровь, проливаемая кровь тельцов, овнов, особенно кровь ягненка пасхального, это был образ будущей жертвенной крови самого Христа, как агнца Божия. Вот так изображается богоизбранный народ, как виноградник с башней, с точилом, жертвенником, из огражденной ограды. И отдав его виноградарям, отлучился. То есть Господь подает, вот этот народ вверяет в руки своих служителей, первосвященников, священников, законников, то есть те, кто знали прекрасный закон, могли толковать его, царям, которые должны были заботиться о благополучии народа. И как бы отлучается в том смысле, что Господь всегда дает людям определенную автономию, проявить себя, вот тебе даны от Бога таланты, дарования, способности, дана определенная власть, ты поставлен руководителем, над каким-то коллективом, или вообще вот должность определенная тебе вверена, и как ты себя проявишь, вот в этом уже дается во многом нам свобода действий. Так же было и в израильском народе. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестьем, и опять и ногом послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Слуги, посылаемые от Господа, это пророки, которые приходили вразумлять народ. И виноградари, уже были это злые виноградари. Мы знаем, сколько нечестивых царей оказалось в израильском сообществе, и как грехи завладевали сердцами людей. И вот пророки пытались пробудить народ, но зачастую цари и первосвященники, и поставленные властителями мира сего, они не хотели прислушиваться, подвергали избиениям, а зачастую и убивали пророков. Это реальная история. И вот сколько не посылал Господь пророков, участь каждого пророка, она была скорбной, вплоть до участи самого Иоанна Крестителя, который был последним, скажем так, пророком Ветхого Завета и первым пророком Нового Завета, и был убит по приказу Ирода Антипы. «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». И вот это уже прямое указание на сына Божия, как возлюбленного сына Бога Отца, потому что Бог есть любовь, и сын приходит тоже по любви, в надежде, что израильский народ устыдится и примет его. Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Вот действительно, когда пришел Спаситель, вот эта притча, она заключает в себе как бы такую квинтэнсенцию ветхозаветной истории. Богоизбранный народ не принял сына Божия, воплотившегося, а виноградари, руководители народа, посчитали, что это наследник, и нужно захватить его наследство, и убили и выбросили вон из виноградника. Мы знаем, что Спаситель был распят вне города Иерусалима, а израильские учителя, они действительно в каком-то смысле попытались завладеть наследством, потому что они придумали фактически новую религию – иудаизм. Вот не надо путать ветхозаветную веру пророков, отцов, истинных служителей Бога в Ветхом Завете, и иудаизм, как уже совершенно отдельное от Божьих обетований религиозное течение. Вот эта попытка захватить наследие Божие, она вылилась уже в отдельную религию. Но как говорит об этом Спаситель? Что же сделает хозяин виноградника? И тут же он отвечает, придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. В общем-то, так оно и произошло достаточно быстро. Народ был наказан, и мы знаем, что после восстания иудейского, в 66-м году началось восстание, а уже в 70-м году римляне захватили Иерусалим, и храм Соломонов был разрушен, и еще до 130-х годов еще что-то оставалось среди израильского народа. Но потом произошло второе восстание, 134-136-й года, и тогда уже город Иерусалим окончательно был, скажем так, уничтожен, стерц лица земли, только некоторые места, они сохранились в памяти местных жителей. И вот виноградник уже отдается другим в каком смысле? В том смысле, что вера, хранимая в Ветхом Завете израильтянами, она не исчезла, она сохранилась уже у христиан, которые приняли Сына Божия. И исчезли первосвященники, исчезло израильское священство, различные их вот эти вот партии, ну, правда, фарисеи и законники еще держались в какое-то время, но исчезло иудейское богослужение, поскольку упразднен был храм. Прекратились их жертвы, и совершаться уже стала истинная жертва Христова на литургии в Таинстве Евхаристии. То есть виноградник, как вот этот богоизбранный народ, он — это теперь новозаветный народ, народ христиан. И дальше Спаситель произносит такие ключевые слова. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Спаситель цитирует пророка Давида. Это слова одного из псалмов. Ну и, конечно, в этих псалмах речь идет о Христе, как о краеугольном камне. Краеугольный камень — это что? Это именно огромный такой камень, который кладется с угла, ну, фундамента, вот в основание здания, и дальше уже на него кладутся там, ну, или, допустим, бревна, или из чего там еще могли строить здание. И вот такой краеугольный камень — это камень основной, который берет на себя основную тяжесть. Но получилось так, что ветхозаветные руководители израильского народа, учителя, как бы строители, они отвергают этот камень, показавшись им никчемным. То есть Христос не казался им величественным царем. Он вел простой, скромный, смиренный образ жизни. Они его отвергают, но именно он и становится главой угла. Потому что смирение Христово — это и есть то главное, что открывает нам Божий свет, что ведет нас к Богу. Ибо без смирения соединиться с Богом невозможно. А как реагируют законоучители, старейшины народа, первосвященники, на такую притчу? И старались схватить его, но побоялись народа. Ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Они раздираются ненавистью, но ничего не могут поделать, потому что простой народ поддерживает Христа. И тогда враги Спасителя идут на коварство и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Вот интересно, что обычно все-таки фарисеи и иродиане друг с другом не поддерживали связи, потому что фарисеи это такие вот ну как бы ревнители, скажем, они строгие блюстители ветхозаветных обрядов, законов, это такие чрезмерные консерваторы, мы могли бы сказать, а иродиане это либералы. Они поддерживали царя Ирода и считали, что через Ирода, и ироды, через римскую власть израильтяне могут достичь какого-то благополучия. И тут вдруг они объединяются. Они же, придя, говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Вот обратите внимание на их лукавство. Они пытаются как бы расположить спасителя к себе, да, а за счет чего? Что они его хвалят, что вот ты справедлив, не заботишься об угождении кому-либо, не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. И вот пытаются показать, что якобы они сторонники, усыпить бдительность, как кто сказал бы. И после этого предлагают коварный вопрос. Давать ли нам подать кесарю или нет? А в чем этот вопрос таил коварство? Потому что если скажи спаситель да или нет, тот и другой ответ был бы использован против Христа. потому что если он говорит, что да, можно давать, то в таком случае его стали бы обвинять фарисеи и говорить народу, что Христос служит римскому владычеству, он отрекается от своего народа, он не хочет независимости Израиля. А если спаситель скажет нет, не давать подать, то тогда уже иродиане обвинят его перед римской властью в попытке восстания, что он запрещает подавать подать. Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня. Спаситель видит их подлинные лукавые намерения, он это открыто им говорит, и после этого Спаситель вместо простого ответа «да» или «нет» предлагает нечто иное. Он говорит «принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись. Они сказали ему «кесаревы». То есть получается, что вот эти кесаревы монеты с изображением римского императора уже были в обращении между евреями. Иисус сказал им в ответ «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. То есть поскольку Иудея уже включена в римскую империю и эти монеты римские уже ходят здесь, то значит эти римские монеты и отдавайте в качестве подати кесарю, платите ему налоги. И мы видим, что государственные повинности нужно исполнять, потому потому что мы не только чадо церкви, но и чадо земного отечества, все обязанности, воинской повинности, налоги, это все то, что понятно, что это земное, материальное, оно не спасает нашу вечную душу, но так как мы наделены не только бессмертной душой, но и временным телом, то мы должны эти временные повинности тоже исполнять, отдавать кесарево кесарю, но Божие отдавать Богу, а от Бога нам дана бессмертная душа, от Бога нам дано сердце, ум, мысленные способности, и это значит, что наш ум должен быть занят не грехом, не какими-то лукавыми, нечистыми мыслями, сердце наше должно посвящаться не каким-то злым намерением, а обращаться всецело к Богу, и Божьим являются заповеди, данные от Бога, и их нужно исполнять, и вот так вот Божие мы приносим Богу. Ответ Спасителя оказался настолько мудрым, что фарисеи и родиане удивились и не знали, что сказать, и они со стыдом уходят. Потом пришли к нему Саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. Саддукеи это уже иная такая вот секта по имени первосвященника Саддока, который жил еще где-то за полтора века до Рождества Христова. И вот Саддукеи считали, что человек живет только временной такой земной жизнью. Трудно понять, почему они не верили в загробную участь и особенно не признавали воскресение, будущее. Может быть, потому, что в Ветхом Завете прикровенно говорилось о загробной участи, может быть, поэтому, а каких-то дополнительных толкований Саддукеи не признавали. И вот они пытаются со своей стороны искусить Христа. Итак, вот приходят Саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Это действительно был такой закон, чтобы ничей род не прекратился в Израиле. Если в семье брата не было детей, и брат умирал бесчатным, то надо было дать потомство уже почившему брату посредством его жены, и вот эти функции брал на себя живущий брат. И тут Саддуке предлагают несколько своеобразную ситуацию. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий брал ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Оказывается, саддукеи очень примитивно представляли священное учение, учение священного писания о будущем воскресении мертвых. И пророки учили о воскресении, им казалось, что если люди воскреснут, то значит, они будут вести такую же плотскую жизнь, как сейчас в нашем падшем греховном мире. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Вот оказывается подлинная цель воскресения — дать людям жизнь, равную ангелам, чтобы люди как ангелы пребывали на небесах, но с преображенным, одухотворенным телом. и деторождение нужно здесь, на земле, пока люди умирают, потому что если все умрут, то и некому, собственно говоря, будет жить на земле. Но Господь вот так вот постановил, чтобы люди приходили в мир вот этим установленным Богом способом, и когда уже назначенное Богом число людей родится, и все пройдут свой путь, и в основном, конечно, все пройдут через смерть, а те, кто доживут до последних времен и смогут пройти испытания антихристового царства, они встретят уже второе пришествие Христово, их тела тоже преобразятся, а все, кто умер до этого воскреснут, и воскреснут для того, чтобы жить уже ангельской жизнью. Конечно, это относится к тем, кто достоин быть вместе с ангелами. Дальше Спаситель еще непосредственно обличает Саддукеев, а о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Вот очень интересные вот эти вот слова, которые цитирует Спаситель. Действительно, когда Моисей находился на горе Синай и увидел куст, объятый пламенем и не сгоравший, то из этого пламени сам Бог обращается к нему и говорит, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, не бойся. Вот Господь не сказал, я был Богом Авраама, который когда-то жил, а я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. То есть они не исчезли. Хотя они расстались с телами, но душами своими они продолжают жить, их собственные тела тоже будут воскрешены, потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И вот такое слово спасителя, оно тоже и теперь и Саддукеи вставит в тупик. И уже после того, как фарисеи, иродиане, Саддукеи потерпели словесное поражение, в общении со Христом, то неожиданно подходит к нему книжник. Ну, книжники это были, скажем так, ученые люди, которые много читали, изучали священные писания, толкования изучали, и они по-разному. Кто-то против Христа, а кто-то поддерживал его. И вот один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, ему понравилось, как отвечал Спаситель, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? И, возможно, этот вопрос был искренним, поэтому Спаситель не обличает его. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь, вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной, больше сих заповеди. Нет. Действительно, Спаситель приводит две самые главные заповеди, к которым сводится фактически весь закон. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Но прежде всего к Богу, потому что и ближние даются нам от Бога, и мы сами созданы Богом. Поэтому первая заповедь, возлюби Господа всем сердцем твоим, вот наше сердце это как бы сердцевина нашей внутренней жизни. Это то, что совмещает в себе все наши чувства, сокровенные желания, это наш внутренний мир. И если человек что-то полюбил самым сердцем, то этому человек готов посвятить всего себя, всецело себя посвятить. А посвящать себя надо прежде всего Богу. Вот что значит возлюбить сердцем и всей душой своей, то есть всеми чувствами своей души и всем разумением твоим, то есть мыслями, помыслами, чтобы ум наш не гулял туда и сюда, чтобы мысли наши не предавались каким-то греховным вещам. А когда мы любим Бога, то даже на мысленном уровне отсекаем греховные помыслы. И вот еще интересно сказано, что всею крепостью твоею тоже возлюби Господа Бога. А что значит крепостью? Это значит, что наше стремление к Богу должно быть не каким-то вялым, таким вот расслабленным, что когда ты сидишь на диване, раскис, но ты должен в служении Богу своем, как христианин, явить тоже крепость, посты соблюдать, в храме на богослужении присутствовать, если нужно класть поклоны, земные поклоны, когда нужно, то проявлять такую строгость к своему телу, что не допускать лишней изнеженности, каких-то плотских греховных чувств, движений, то есть явить духовную крепость в своем естестве. Вот что значит возлюбить Господа всей крепостью своей. И вторая подобная заповедь возлюби ближнего, как самого себя. Все-таки все мы любим самих себя, иначе не может не быть. Почему так? Потому что понятно, мы созданы Богом, и конечно же мы хотим жить, и жить вечно, всегда быть, и быть причастными благу, чтобы нам было хорошо, и вот точно так же мы должны к ближнему относиться, чтобы и ему было хорошо, чтобы и он вечную участь наследовал, чтобы и он был причастен благам. Если бы люди исполняли эти заповеди, то горе исчезло бы на земле. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Конечно, эти всесожжения и жертвы тоже были нужны, и ветхозаветная религиозность, она тоже дисциплинировала людей. Но если нет любви к Богу и ближнему, то какой смысл в этих мелочных обрядах? Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». То есть вот это согласие со Словом Христа показало, что книжник очень близок к Царству Божию, ему понравилось Слово Спасителя. После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов. Конечно, в Ветхом Завете Мессия называется Сыном Давидовым, и поэтому сказано, что он наследует престол Давида Отца Своего, но это относится к человеческой природе Христа. Мессия, то есть Спаситель, да, он пришел в человеческом естестве, как и все люди, но он был еще до своего рождения по плоти, потому что он Бог, он Сын Божий. И Господь продолжает, ибо сам Давид сказал Духом Святым, то есть Святой Дух просветил Давида и дал ему как некое откровение произнести «Сказал Господь Господу моему, сиди одеснуи меня, доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих». Это Псалом 109. То есть Господь Бог Отец говорит Господу, то есть Сыну Божию, сиди одеснуи меня, по правую руку. Это вот у царей, особенно у римских царей, было принято своего сына как сонаследника делать соправителем и сажать по правую руку от себя. Тем самым сын тоже принимал такую же царскую власть. Те же самые царские почести, у него та же самая царская слава, и он уже мог распоряжаться как царь. Вот и эти слова, что Господь сказал Господу, сиди одеснуи меня, означает, что у Сына Божия та же самая божественная сила, власть и слава. Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. То есть все враги Христовы будут неспровергнуты. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он Сын ему? То есть Давид прозревал, что да, по-человечески Христос родится среди его потомков, но он будет Богом воплотившимся, и в этом смысле он Господь самому Давиду. И в этом величайшая тайна Божия. И множество народа слушало его с услождием и говорил им в учении своем «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии поедающие домы вдов и напоказ долгомолящиеся примут тягчайшие осуждения». То есть вот те люди, которые внешне изображали себя благочестивыми, благообразными и ходили в одеждах, которые располагали к ним как отличающимся благочестием, вот этим благообразием, они внешне напоказ молились, но при этом занимали первые места везде, то есть они были тщеславны, они поедали дома вдов, в каком смысле? Вдовы относились к социально незащищенным слоям населения, и они нуждались в какой-то поддержке, и книжники, как люди умные и юридически подкованные, оказывали определенную поддержку, но за это взимали огромную плату, поедали дом и вдов, и вот такие вот лицемеры и лукавые люди примут тягчайшее осуждение, и завершается глава таким вот небольшим повествованием о пожертвованиях и о милосердии, и сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу, многие богатые клали много, придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант, подозвав учеников своих, Иисус сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Вот представим этих богатых заевшихся людей, которые не привыкли к скудости, у них много средств, и вроде бы они кладут, но на самом деле они кладут как такие вот уже заевшиеся люди, которые после пышного обеда обязательно что-то оставляют недоеденным, потому что ну они уже и голода собственно не испытывают, у них всегда все в изобилии, и если такой человек вроде бы он много кладет, но сердце его оно фактически ничего не отсекло от себя, и для бога такая жертва оказывается крайне небольшой, а вот эта вот бедная вдова она положила все свое дневное пропитание, и ей больше нечего поесть, и вот в духовном смысле конечно же выше та милостыня, когда ты именно жертвуешь чем-то дорогим для тебя, а не когда ты от избытка от чего-то отказываешься, потому что когда от избытка, то это уже по такой поговорке «на тебе Боже, что мне негоже, мне это и так не нужно, ну ладно, пожертвую на храм». И по большому счету не деньги-то нужны храму, церкви, вообще служению священному, храму нужны искренние сердца людей. Пусть это будет пожертвование там вот эти две лепты, мелкая монетка какая-то, но можно и этого не нести, а главное приди сам. Вот как говорил преподобный Серафим Саровский, нечего тебе пожертвовать на свечку, сама стой как свечка. То есть главное, чтобы сердце твое пламенело верой в Бога, чтобы молитва была живой и искренней, и такие сердца, именно такие сердца принимаются Богом. А на этом мы завершаем рассматривать двенадцатую главу и в следующий раз продолжим наше чтение. Спасибо Господь, до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею